Весь дворец затрёлся, напугались, повстакали с места. А Иван Царевич говорит, не бойтесь, честные гости. Это моя лягушонка, к коробчонке приехала. Подлетела к царскому крыльцу золочёная карета о шести белых лошадях. И выходит оттуда Василиса Премудрая. На лазоревом платье частые звёзды, на голове месяц ясный. Такая красавица, не вздумать, не взгадать, только в сказке сказать. Берёт она Ивана Царевича за руку и ведёт за столы дубовые, за скатерть и брану. Стали гости есть, пить, веселиться. Василиса Премудрая испила из стакана, да последки себе за левый рукав вылила. Закусила лебедям, да косточки за правый рукав бросила. Жёны больших-то царевичей увидали её хитрости, и давай тоже делайте. Попили, поели, настал черёд плясать. Василиса Премудрая подхватила Ивана Царевича и пошла. Уж она плясала, плясала, вертелась, вертелась, всем на диво. Махнула левым рукавом. Вдруг сделалось озеро, махнула правым рукавом. Поплыли по озеру белые лебеди. А старшие невестки пошли плясать. Махнули рукавом, только гостей забрызгали. Махнули другим, только кости разлетелись. Одна кость царю в глаз попала. Царь рассердился и прогнал обеих невесток. В ту пору Иван Царевич отлучился потихоньку. Побежал домой. Нашёл там лягушечью кожу и бросил её в печь. Сжёг на огне. Василиса Премудрая возвращается домой. Хватилась. Нет лягушечей кожи. Села она на лавку. Запечалилась. Приуныла. И говорит Иван Царевичу. Ах, Иван Царевич, что же ты наделал? Если бы ты ещё только три дня подождал, я бы вечно твоей была. А теперь прощай. Ищи меня за три девять семей в тридесятом царстве у Кощея Бессмертного. Обернулась Василиса Премудрая серой кукушкой и улетела в окно. Иван Царевич поплакал, поплакал, поклонился на четыре стороны и пошёл туда глаза, глядя, искать жену Василису Премудрую. Шёл он близко, далёко, долгий, круткий. Западелся на силу, как пустой, шапчёт и дождик и сёблый. Поверьте мне встречу, старый старичок. «Здравствуй, добрый, Иван Царевич!» Зачем ты лягушечью кожу спалил? Не ты её надел, не тебе её было снимать. Василиса Премудрая, хитрее, мудрёней своего отца уродилась. Зато осерчал на неё и винил её, пригод быть лягушкой. Но делать нечего. Вот тебе кулок, куда он покатится, куда и ты вступай за ним смело. Иван Царевич поблагодарил старого старичка, пошёл за кулочком. Кулок катится он за ним идёт. В чистом поле попадается ему медведь. Иван Царевич нацелился, хочет убить зверя. А медведь говорит ему человеческим голосом. «Бибей меня, Иван Царевич, когда-нибудь тебе пригожусь». Иван Царевич пожалел медведя, не стал его стрелять. И шёл дальше. Летит над ним селезень. Он нацелился, а селезень говорит ему человеческим голосом. «Не бей меня, Иван Царевич, я тебе пригожусь». Он пожалел селезня и пошёл дальше. Бежит косой заяц. Иван Царевич опять похватился, хочет в него стрелять. А заяц говорит человеческим голосом. «Не убивай меня, Иван Царевич, я тебе пригожусь». Пожалел он заяца. Пошёл дальше. Подходит к синему морю. И видит. На берегу, на песке, лежит щука. И говорит ему. «Ах, Иван Царевич, пожалей меня, брось в синем море». Он бросил щек на море. И шёл дальше перед. Долго ли, коротко ли, прикатился клубочек к лесу. Там стоит избушка на хорьих ножках. Кругом себя обворачивается. «Избушка, избушка, встань по-старому, как мать поставила. К лесу задом, ко мне передом». Избушка повернулась к нему передом. К лесу задом. Иван Царевич зашёл в неё и видит. На печи, на девятом кирпичи, лежит бабъяга костяная нога. Зуб на полке, а нос в потолок врос. «Зачем, добрый молодец, ко мне пожаловал?» Говорит ему бабъяга. «Дел пытаешь или от дел улытаешь?» Иван Царевич ей отвечает. «Ах ты, старая хорячёвка! Ты бы меня прежде напоила, накормила, в бане выпарила. Тогда бы и спрашивала». Бабъяга его в бане выпарила, напоила, накормила, в постель уложила. Иван Царевич рассказал ей, что ищет свою жену, Василису Премудрую. «Знаю, знаю», — говорит ему бабъяга. «Твоя жена теперь у Кощея бессмертного! Трудно её будет достать, нелегко с Кощеем сладить. Его смерть на конце иглы, а игла в яйце. Яйцо в утке, утка в зайце. Тот заяц сидит в каменном сундуке, а сундук стоит на высоком дубу. И тот дуб Кощей бессмертный, как свой глаз, бережёт. Иван Царевич у вовеки переночевал, и на утро она ему указала, где растёт высокий дуб. Долго ли, коротко ли дошёл туда Иван Царевич. Стоит, шумит высокий дуб. На нём казённый сундук. А достать его трудно. Вдруг откуда не взялся, прибежал медведь. И выворотил дуб с корнем. Сундук упал и разбился. Из сундука выскочил заяц, и наутёк вовсю прыть. А за ним другой заяц гонится. Нагнал и в клочки разорвал. А из заяц вылетела утка. Поднялась высоко под самое небо. Глядь, на неё селезень кинулся. Как ударит её, утка яйцо выронила. Упал яйцо в синее море. Тут Иван Царевич залился горькими слезами. Где же в море яйцо найти? Вдруг подплывает к берегу щука и держит яйцо в зубах. Иван Царевич распил яйцо. Достал иголку и давая у неё конец ломать. Он ломает, а Кощей бессмертный бьётся, мечется. Сколько не бился, не метался Кощей. Сломал Иван Царевичу иглы конец. Пришлось Кощею помереть. Иван Царевич пошёл в Кощей в палаты белокаменные. Выбежала к нему Василиса Премудрая. Поцеловала его в сахарные уста. Иван Царевич с Василисой Премудрой воротились домой. И жили долго и счастливо до глубокой старости. В гостях у сказки. На глобальной волне. На глобальной волне.